Так, друзья, наш друг Черномбаев Леонид Дмитриевич, художник и садовод, не знает, что я делаю съемку. И при этом я делаю это тайком от него. Надеюсь, не слышит, запретил. Так, гражданин Чернобаев. Вот, иди сюда, посмотри. Ну, мы это уже почти снимали, видишь, у меня подпорка стоит. Вижу подпорку. Я уже снял, потому что ветки отламываются. Вот урожай такой бешеный в этом году, это рыжий сорт. Покажи на этом. Вот, косточки. Только не говори сорт, тебя ученые убьют. Да ладно, это мы его назвали так. Потому что он очень вкусный, очень душистый. Мало того, он далеко напоминает свежесрезанный гриб рыжик. И мякоть у него такая же, посмотри, оранжевая. Ой, он меня показывает. От кого черенок. А, черенок от тебя, конечно. Да, вот. А вот, у меня, я не могу на них смотреть, у меня точно такие же, точно такие же вырожаи. Кстати, что могу сказать? Все, кто пробовал его, особенно в этом году, ой, десятки человек уже попробовали. Говорят, вкуснее даже в магазине не находили. Да, у меня все на один вкус. Но тебе видней. Вот этот. Ты все-таки из Казахстана. У тебя вкус не испортен. Нет, там, не знаю, вот, ну, в Узбекистане были там, на юге Казахстана так. Но я уже не помню. Они, конечно, были вкусные. Но в этого фантастический вкус. А сейчас я скажу читателям. Дело в том, что меня обижали и говорили, что я все добывал у ученых, что все это достижение ученых. Так вот, второй и последний случай из сотни, у меня сотни сортов, сортообразов. Второй и последний. Ко мне пришел черенок под названием сверхкрупноплодный 10-38, нет, 10-38-42. Я понял, что кто-то когда-то свистнул его у ученых. Почему? Это просто один из кодового названия. Вот. А теперь что получается? У тебя в руках что? Ну, мы его назвали Рыжик. Сколько там косточек? Одна, естественно. А сколько? Нет, нет. А, вот здесь две с половиной тысячи. Вот. Теперь я всем объявляю, что... Значит, эти две с половиной тысячи мы распространим по всей России. И скажи мне, пожалуйста, ты старый волк. У тебя опыта не меньше, чем у... Нет, не обо мне речь, а об ученых. Да, ну, просто. Скажи мне, пожалуйста, если эту косточку посадить, вырастить дичок, как меня по морде надавали? Нет, нет. Ну, мы вот только... Ты в прошлый раз тоже самое спрашивался. Ну. Там за забором. Из бая. Вот. Вот из четырех деревьев получилось... То есть три бая. А один не жир дела. А вообще, как просто, видимо, где-то перепылился. Такой желтый. Вот самый ранний, который мы пробовали. Да, да. Один выделился... Практически на сколько? ...с сверхраненностью. Минимум на полмесяца раньше всех поспевает. Да, он самый теперь... Он у нас теперь рекордсмен. Да, смотри. Он последняя декада июня. А эти вот, пожалуйста, сегодня уже какое? Двадцать... Седьмое. Двадцать седьмое июля. Посмотри. Ой, прям на наших глазах падает. Только сейчас собрали, да, они сыпятся. А, а вот теперь посмотри вон туда. Вот это, это поздний Филипп его. Он тоже начал... В этом году у меня Филипп испортился. Смотри, какие крупненькие. Начал со всеми одновременно созревать. То же самое, вот, на самой макушке иногда сорвется, да, уже почти что зрелый. А потому что это... А вот почему? При такой бешеной засухе, при бешеном жарком лете, конечно, он тоже что-то кукукнул. Начал потихонечку опережаться. Вот я тоже. Теперь людей как писать поздний Филипп его, когда он... Не-не-не-не. Он стабильно из года в год, да, это где-то конец августа, начало сентября созревал. Вместе с грушами. С грушами, сорт могу назвать. С грушей лада, лютневая. Вот им, ну, моя жена как раз и делала эти самые ассорти-компоты. Груша созрела, и этот созревает, сам и то. Ой, как получилось, что наша груша с тобой лютневая пришла ко мне как чисто зимний сорт. Почему он стал летним? Да, он летний был такой, я не знаю. Не, ну, мне так это, это суперспециалист мне прислал. Ну, знаешь, мало что, путаница, может быть, ошибка какая-то. Не, а вкус-то, вкус-то какого-то. Вкус хороший. Вот так, ты тоже приводишь на эти, на уссурийские груши? Обязательно. Вот. И почему она не портит? Абсолютный дикарь. Ей можно, это... Совершенно несъедобный. Ей можно пытать людей. Да, точно. Вот на той стороне, там он красненький, вон груши отсюда видно, скоро будет поспевать. Вот, а этого рыжика тут смотри сколько еще висит. Да, вот именно. Макушка уже практически осыпалась, она быстрее созревает, вот так вот. И восточная сейчас, юго-восточная, нормально, это уже обошло. А здесь? Так, ну, в общем, лучше людям не смотреть. Это или инфаркт, или успеть только... А какой запах? Или успеть принять валидол. Но я честно сказал, что судя по номеру, скорее всего, именно это было достижение науки. Снимаем шляпу, но перед кем, не знаем. Итак, а, вспомнил, 38, 42, 10, а не наоборот, 10 там это, вот так. И сейчас, а почему он, а я еще подумал, как, это для нас он середнячок, а для них сверх, мы-то привыкли к 100 граммов, а для них это сверхфрукноплодный. Нет, смотри, дело в том, что в конце дня, я никогда не гонюсь за величиной фруктов. Я гонюсь, я, я чокался. Мне главное нужен запах и вкус. Все, а это величина мне, знаешь, как-то наплевать. Ну, пожалуйста, а кто академика спилил, ты? Я. Я обещал тебе это. Обещал. Да еще странно, что ты живой. Да ладно, ничего страшного. Ладно. Зато на твоем академике сейчас рыжик растет. А, да, только рыжик. А на соседнем, вот этот поздний Филипп его, потом Якова, и вот этот рыжик, сразу три штуки. Ну, это... Почему я их привил на один слой? Ну, сам знаешь, он любит перекрестное опыление, допустим. Поэтому ты жив, что это? И дополнительно некоторые вообще даже опыляются, как и, скажем, европейские сливы, только определенным сортом. Ну, так наугад. Наобум лазарь, короче, эксперимент. Да все в порядке. Слив, правда, мало в этом году. Венгерочки. Ой, да, в этом году. Вот как так. А, кстати, у меня в этом году они всегда были жиденькие, черносливы. Чернослив зато пошел. Нет, чернослив там есть, но тоже не очень много. Так, десятков, пять, шесть ягод. Ну, ладно, учитывая, сколько абрикосов, мы им прощаем. Ладно. Так что? Так что? Будем распространять. Будем, а куда деваться? Не, вкуснейший. Значит, ты же в доле? Да. Я гарантию даю, что все равно из трех рыжиков, то есть косточек, да, три дерева с ней вырастет, то обязательно хоть один-два, но будет вот этот. Серьезно. Значит, ты сторонник Менделя. Слушай, я уже сколько их повыращивал, да, ну, есть такие отклонения. Ну, жердела у меня не получалось еще, а просто, ну, какой-то параллельный сорт. Даже один сорт получился также с этого, с бая. Знаешь, где он переопылился? Он такой, знаешь, желтый-желтый. О, величина такая же, как у рыжика. И совершенно желтый, и матового цвета. Так я его, знаешь, и разломишь, и он внутри светло-желтый. И у меня их уже несколько видов. Я, знаешь, я просто по себе назвал восковый, а потом я от него избавился, потому что появились вкуснее, ну, сам знаешь. Вот это сейчас вкуснее, ароматней, не существует здесь. Так, ты видел, что я тебя все-таки снял? А, снял? А-а-а, попался, голубчик. Спасибо. Все, я отключаюсь, а то ты сейчас матовый все. Я знаю, что скромность украшает. Но я тогда еще скажу. Перед нами заслуженный художник. И что? Его картины должны... А, да, продолжай. Не надо. Нет, слушай, я уже одели. Вот, картины, значит, это Леонида Дмитриевича Чернобаева должны не только частной коллекцией быть, а висеть в Эрмитаже. Нет, нет, нет. Это я так считаю. Да, ну, это вам показалось, моя страна. Нет. Нет, я пользуюсь случаем сказать, ребята, заказывайте картины у Чернобаева. Заказывают иногда. А слушай, а можно еще твой телефон громко на всю страну? А, нет, не надо. Тебя там... Я тогда кисли рука не успею. Тебя заклюют вот эти. Ты же не любишь их? Нет, нет. Тебя заклюют садоводы. Ну, все. Совершенно верно. Я отключаю. Пока. Покупайте наши косточки. Мы показали настоящий сад. Я ничего, что в этом, в рабочем? А это... А ты меня снял. Надо было галстук ходить. Да, сейчас, ага. Садоводу. Галстук. Ага, сейчас. Или наоборот. Лопаты еще взяли, вилы. Знаешь, в стране командует садоводы в галстуках, но почему-то они не умеют ни прививать, ничего. До всего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok